Добрый вечер, дорогие друзья! Вот, для начала дайте, пожалуйста, знать, видите ли вы, слышите ли вы меня. Можете как-то в чате это обозначить, чтобы я понимала, что технически у нас все хорошо. Так, тишина. Ага, слышно, видно? Хорошо. Так, Таня одна слышит по руказ. Ага, чат еле нашла. Чат под моей фотографией. Под, вот там, где написано «Мофон Академия», там, где я, и ниже чат. Не видно? Ну ладно, надеюсь, что вы меня слышите, если нет, то придется смотреть запись. Я очень рада, что вы все сегодня здесь присутствуете на нашем карантинном курсе удмортского языка. Вот, буквально пару часов назад мы узнали, что наш карантин продлевается, поэтому я надеюсь, что мы успеем изучить гораздо больше. Вот, и надеюсь, что ваш настрой не иссякнет. Вот, этот курс я бы хотела посвятить своей бабушке Ангелине Петровне Урасиновой, которая долгие годы преподавала удмортский язык в школе. И во многом моя любовь к удмортскому языку именно благодаря ее стараниям. Вот, и, да, я вот вижу, что все больше людей находит в чат. Замечательно. Я так понимаю, что некоторые из вас совершенно не слышали удмортского языка. Вот, поэтому для начала я хотела бы, чтобы вы послушали замечательное видео. Я надеюсь, что у всех оно пойдет. Вот, я сейчас его включаю. Послушайте, пожалуйста, вот в этом видео какие-то общие вещи про удмортский язык можно понять. Ну, нал. Ну, нал. Кикурик. Беледжабы. Джоною кто? Низинази. Кузи-кузи-кузи. Шумыр-купыр. Лангло. Дико-дико-дико-дико. Учи-учи-учи. Чипа-чипа-чипа. Переспрос. Пиле-биле. 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 Мане-мане-мане-мане. Женгар-жангар И лежали Кас-кас-кас Ням-ням-ням Суроп-сароп Дыбр-дабр Ури-бей Лоп-лоп-лоп Лоп-лоп-лоп Тур-тур-ян-ян Чушь-па Тик-трок Жики-жики-жики Тики-токи-крач Тик-ток Тарарам Лусла скуача Бим-бом-бом Жижа-жу Жижа-жу Трим-трам-трум Трим-трам-трум Шуроп-сароп Шуроп-сароп Ваш, ваш, чаш, чаш, гуд, гуд, чус, чес. Киркор, киркор, каляк, дым, брдан. Дам, брдан, 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 брджики, жики, жач, чики, тики, тач, Лус, лас, квачок, зим, дым, сачок, ух, ян, ян, киржнярыш, нюжняш, шумпич. Ням-ням, ширип-сарап, ширип-сарап. Гань-гань, мур-мур, гань-гань, мур-мур. Да, вот это стихотворение на стихи Владимира Емельяновича Владыкина. И здесь очень много звукоподражательных слов. И действительно, лодмурский язык изобилует такими словами. Вот здесь стихотворение рассказывалось об одном сельском дне. Но каждое из звукоподражательных слов, оно характеризовало какое-то действие или какое-то состояние. Состояние сна, например, пыс-пыс, да, или звук вёдер, звуки, которые издают животные. К сожалению, во время карантина многие пользуются такими сервисами, поэтому у нас периодически, у меня, по крайней мере, зависало видео. Я очень надеюсь, что это не станет помехой для нас сегодня. Но очень прошу вас с пониманием отнестись к технической стороне. И для тех, кто не знаком со мной, ещё раз представлюсь. Меня зовут Ольга Урайсенова. Я сама родом из Удмуртии, из северной части Удмуртии, и более того, из бессермянской семьи. И более 10 лет я уже живу в Москве и преподаю удмуртский язык. В том числе я преподавала и по скайпу, и сейчас есть и живая группа в Москве тех, кто изучает язык. Вот. Давайте перейдём непосредственно к языку. То есть у вас некоторое представление у тех, кто никогда не слышал удмуртского языка, есть. Теперь перейдём к некой такой грамматической составляющей. Вот. Я вас сильно сегодня грузить не буду, вот прямо грамматикой, но на следующем занятии мы уже с вами будем изучать сопряжение настоящего времени. Надеюсь, что грамматика, такие грамматические категории вас не сильно пугают. Вот. И сегодня мы с вами начнём с лёгкой части, со знакомства. И со знакомства с вами, и со знакомства с удмуртиским языком, и немножко культурой. Про культуру я буду говорить минимально, потому что есть отдельное видео, которое в том числе с моим участием, где я более подробно рассказываю о культуре. Мы сейчас будем именно фокусироваться на языке, чтобы вы к окончанию курса смогли составить какие-то праздные и небольшие рассказы о себе и вступить в некую, хотя бы короткую коммуникацию с носителями. Вот. По-удмуртски звучит, удмуртский язык, как удмурт-кыл. Кыл – это и язык, как часть речи, да, так и часть тела человека. Вот. Значит, посмотрим, что у нас со статистикой. Да, вот по последней переписи чуть более 500 тысяч человек себя назвали удмуртами, но только порядка 300 тысяч из них говорит на удмуртском языке. Это касаемо России. Да, и большей частью, конечно, на территории Удмуртской республики проживают удмуртии. И если вы посмотрите по статистике, то каждые 10 лет мы теряем примерно по 100 тысяч человек. Это, конечно, очень печальная цифра. Вот. Но есть мы с вами. Вот я очень надеюсь, что вы тоже себя запишите удмуртами, тех, кто имеет удмуртские корни и питает любовь к своим предкам. Вот. И надеюсь, что мы с вами освоим какие-то хотя бы азы. Идем дальше. Значит, что касается истории, культуры, она тоже повлияла на язык. Каким образом? Для тех, кто не знает, удмуртский язык – это часть, один из языков финно-угорских. То есть его родственные языки – это финский, эстонский и венгерский. Как бы странно это ни звучало, да? То есть для некоторых, может быть, кажется, что это такие далекие языки. Хотя в удмуртском языке очень много заимствований из татарского и русского языков. Все-таки структура языка – она финно-угорская. И самый близкий язык для нас – это коми-язык. Буквально 10-11 веков назад мы разошлись с коми-народом, и порядка 80% слов у нас общие. То есть теоретически и даже практически мы можем поговорить с коми. Дальше две еще очень важные цифры, даты, которые отразились на языке. Это 1489 год, когда северные удмурты были присоединены к российскому государству. И 1552 год южные удмурты уже попали в состав государства российского. И вот эти примерно 100 лет очень сильно повлияли на язык. На севере скажут «ульча» от слова «улица», а южные удмурты используют слово «урам» из татарского. И очень много таких слов. Картошка, картофка, барангы. Или там, например, огурец. Северные удмурты скажут «огреч», а южные скажут «кияр», или северные скажут «укно» от слова «окно», а южные скажут «я забыла как». Ну, в общем, они скажут другое слово. Вот. А, кощак. Мы говорим «кощак», да, а южане говорят «укно». Косяк, как дверной косяк. Вот. В 1920 году была образована Водская автономная область, и в 20-е годы же формировался удмуртский литературный язык, об этом мы еще отдельно поговорим. И в 91-м году Водская автономная область, или Удмуртская ССР, она официально стала называться Удмуртской республикой, как и сейчас. В 2001 году был издан указ, согласно которому два государственных языка на территории Удмуртской республики. Вот. Теоретически вы можете обратиться в органы гос, в государственные органы на удмуртском языке. Теоретически. Вот. Идем дальше. Значит, мы... Я уже сказала о том, что есть вот некоторое такое деление север и юг, которое отражается в языке. Оно отражается и на костюмном комплексе. Я его вам не буду показывать, но, может быть, я вам вышлю отдельно картинки. Вот. Будет видно влияние татарское и русское на севере. И еще очень интересное деление на бенов и бонов. На севере республики да, говорят бен, а на юге говорят бон. То есть есть такая игра противостояния, что ли, некоторая между бенами и бонами. И однажды даже проходила футбольная игра между бенами и бонами, когда играли в футбол северный Удмурт против южных. Есть также большая группа Удмуртов, которые приживают в Башкортостане и Татарстане. И также есть в Пермском крае и в Кировской области. Что примечательно, в Пермском крае Башкортостане и Татарстане эти Удмурты лучше сохранили традиционную религию. И они до сих пор приносят такие традиционные жертвоприношения, проводят моления. Вот. Это географическое деление. Есть также племенное деление. Оно уже в меньшей степени сохранилось, но еще буквально 50 лет назад оно было более четкое. Деление Удмуртов на Ватка и Калмец. Ватка – это преимущественно север по названию реки Вятка, и Калмец по названию реки Кельмейс, которая находится, протекает где-то под центральной частью Удмуртии. Вот. И также есть очень интересное деление – воршудное. Воршуд – это имя прародительницы рода. И известно около 70 таких воршудов. И очень многие эти воршуды, они закрепились в названии населенных пунктов. То есть, видимо, этот воршуд был основателем этого населенного пункта. Такие населенные пункты, как Малая Пурга, Печи Пурга, или Якшурбодья, да, Якшурбодья известные. Вот. Эти воршуды часть Удмуртов знает до сих пор свою принадлежность к воршуду. Если у вас есть в роду женщины удмуртского происхождения, то уточните у них, знают ли они свой воршуд. Потому что воршуд передается по женской линии. И, как правило, это имя прародительницы, которое было дано от названия птицы, рыбы или какого-то зверя. Вот. Если у вас по ходу моего рассказа возникают какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите в чат. Я надеюсь, что вы его уже нашли. Вот. Я буду в процессе отвечать на ваши вопросы. Вот. Ну что, перейдем непосредственно к языку. То есть я вот вам сказала, что есть влияние русское и татарское очень сильно. И это будет очень заметно в диалектах. Вот. Алфавит удмуртского языка. Я вам потом пришлю эту презентацию. Я вам пришлю учебник, по которому мы будем заниматься. И после каждого занятия буду вам также дополнительно высылать какие-то материалы, если они будут необходимы. Значит, алфавит удмуртского языка построен на кириллице, но есть ряд букв для обозначения звуков, которых нет в русском языке. Вот здесь они в алфавите отмечены особым цветом. То есть у нас есть три согласных звука. Ж с двумя точками, З с двумя точками, Ч с двумя точками. И две гласные, И с двумя точками и О с двумя точками. То есть всего пять букв, пять звуков, которые будут отличаться от русского языка. Мы будем отталкиваться от русского языка, потому что все говорят на русском. И, наверное, проще сравнивать именно с ним. Вот. Давайте посмотрим, как именно эти звуки произносятся. о которых я уже сказала. О с двумя точками произносится как звук Э, ЭБЭЛ. То есть такой глубокий звук. Он немножко похож на Э, как в слове экскаватор, но все-таки более огубленный. ЭБЭЛ, как в слове нет, нет. ЭБЭЛ, нет, чего-то не имеется. Или когда удмурту больно, он говорит ЭББ, как больно. Или фу, какая гадость. ЭЧ, ЭЧ, ЭЧ. Пожалуйста, вот сейчас каждый в своем режиме, каждый самостоятельно повторите. ЭБЭЛ, ЭБЭБЭП, ЭЧ, ЭЧ. Да, каждый самостоятельно повторил. Я вам потом еще вышлю записи аудио со словами, и вы можете дома потренироваться. Дальше идет вторая буква гласная и с двумя точками. Она звучит так же, как и обычная, но она используется на письме для обозначения твердости предыдущей согласной, предыдущей буквы. Предыдущая буква может быть только твердая. ДЕ, ДЕ, ВЕ, НЕ, СЕ, ТЕ. То есть, эта буква имеет значение для развлечения смыслов между словами. Вот здесь даны примеры. ТИР, место, где стреляют. И ТИР, топор. ТИР, это накладывай. То есть, ТИР, ТИР, ТИР. ТИР, где стреляют. ТИР, топор. И ТИР, накладывай. Видите, вот здесь, где Т мягкое, ТИР, мы произносим, то есть, И обычная стоит. А там, где ТИР, нам надо показать, что Т твердое. Мы используем И с двумя точками. Попробуйте произнести про себя вот эти три слова. ТИР, ТИР, ТЫР. Идем дальше. Ж с двумя точками произносится как ДЖЕ, как в слове Джек. Джек Лондон. В новоутбольском языке Джек это стол. Попробуйте произнести Джек. Вы уже знаете, и как произносится О с двумя точками, и теперь знаете, как произносится ЖЕ, как сочетание ДЖЕ. Джек. Стол. Или как в слове Джук. Каша. Джук. Дальше. Буква З с двумя точками произносится как ДЖЕ. Джек. Как в слове Джеч Бур. Здравствуй. Попробуйте произнести Джеч Бур. Джеч это хорошо, Бур это тоже хорошо. Бур это более такое устаревшее слово. Оно сохранилось в коми-языке, более часто используется, чаще используется. В будмуртском языке оно уже очень редко используется, в том числе вот в таких выражениях. Такая застывшая форма. Джеч Бур. Здравствуй. Или как в слове Джуч. Русский. Джуч. Следующая буква Ч с двумя точками произносится как Ч. Кочиш. Кошка. Кочиш. Тут те, кто сталкивался с удмуртским языком и живет не в том ореале, где используют слово Кочиш, могут сказать, что у нас же пища и говорят. Да, действительно, есть еще другое слово для кошки. Есть даже целый диалектологический атмос, в котором изданы такие слова и прорисованы их ареал распространения на территории Удмуртии. Например, вот кошка или там божья коровка. Как в каком районе, как называют этих животных или насекомых. Кочиш. Кошка. Или чаш. Шумно. Попробуйте произнести. Кочиш. Чаш. Также особое произношение будет мягких С, как в слове, вот здесь, например, щурез. С мягкая за счет Ю, поэтому щурез, как Щ, переводится, читается. Или З, когда она мягкая за счет последующей буквы, да, это может быть Ю, Я, И, Ё или мягкий знак, она тоже будет произноситься как Ж, Ж. Как в слове, как в слове, Ж, Калика. Ж, Ж, Ж. Я буду сейчас зачитывать слова, давать некоторую паузу, чтобы вы самостоятельно прочитали про себя. Не могу вас сейчас проверить, но очень надеюсь, что вы очень стараетесь. Чеш. 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 Утка. Дежи. Дежи. Сежи. Овес. Джоз. Кузнечик. Джоз. Чешкон. Полотенце. Чушкон. Щурез. Дорога. Щурез. Иргон. В удморском языке совершенно спокойно и в начале слова, в отличие от русского, где таких слов нет. Иргон. Медь. Кылы. Я слышал. К. К. Л. Л. Тверда. Да, тут вот поступил вопрос. Скажите, северный и южный диалекты взаимопонимаемы? Да, взаимопонимаемы, хотя есть ряд слов, которые имеют разное значение и бывают некоторые такие забавные ситуации. Но в целом да, то есть у нас общие СМИ, общие газеты, журналы и телевидение, и мы понимаем друг друга. Написано ЖЕ, но произносится скорее как ЖЕ. ЖЕ. Ну, смотрите, ЖЕ мягкая, она произносится как ЖЕ скорее, да, а здесь все-таки ЖЕ. Ну, я соглашусь с вами, что они действительно очень близки. Ну что, да, еще раз. Эбэл, нет, Эбэл, каждый самостоятельно произносит. Тир, топор, джук, каша, джечбур, здравствуй, котшиш, кошка. Идем дальше. Следующий слайд у нас будет. Продолжим немножко с фонетикой, чтобы у вас артикулярный аппарат немножко утомился. Вот, КЛИЩ, КЛИЩ, да, вот здесь И у нас она показывает, что предыдущая Л мягкая, и мягкий знак на конце показывает, что С тоже мягкая, поэтому как Щ произносится. КЛИЩ, попробуйте каждый еще раз. КЛИЩ, КЛИЩ. Остающийся. Две ЭЛ, мягкие, КЛИЩ, лежачий. Слышащий дальше идет уже, и с двумя точками указывает нам, что ЭЛ твердое. Попробуйте самостоятельно сейчас произнести, а потом я на проверку произнесу. КЛИЩ, КЛИЩ, слышащий, КЛИЩ. Следующее, уже совершенно другая гласная, поэтому будет легче. КЛИЩ, БОЛТАЮЩИЙСЯ. Попробуйте произнести КЛИЩ. КЛИЩ, например, ГАЛОША, КЛИЩ, ГОЛОША. В удморнском языке ударение падает на последний слог за некоторыми исключениями. И вот русские слова, в том числе, они удмортизируются. И ударение на последний слог. КЛИЩ, ГОЛОША. Или следующее сочетание КЛИЩ, КЛЭ. С языка на язык переводить, например. КЛИЩ, КЛЭ. И я прочитаю всю строчку этих слов, а потом попробуем еще каждое слово отдельно, чтобы вы закрепили. КЛИЩ, КЛЯЩ, КЛИЩ, КЛИЩ, КЛЫЩ, КЛЭ. Попробуем по одному слову каждому. КЛИЩ, КЛЯЩ, КЛИЩ, КЛИЩ, КЛЫЩ, КЛЭ. Надеюсь, что вы справились с задачей. Следующий слайд будет немножко для запугивания и для понимания. Сильно пугаться не надо. Одно из длиннейших удморских слов. Конечно, так никто не разговаривает. Но теоретически это слово может быть употреблено. Оно грамматически совершенно верно. Просто, как вы знаете, язык стремится к упрощению. Поэтому, скорее всего, люди будут избегать таких длинных слов. Для понимания. Удмуртский язык агглютинативный. Это страшное слово для нелингвистов означает, что у нас присоединяются суффиксы, постоянно какие-то части к слову, которые меняют его значение или дают какой-то оттенок. Вот здесь слово «шулэм шуб ящкны» оно выстроено следующим образом. По сути, удмуртский язык можно разбирать с конца по кирпичикам. И каждая частичка, каждый кирпичик будет иметь свое значение. За основу мы взяли глагол. Глагол в начальной форме «шулэм шуб ящкны». В свою очередь он тоже образован из двух слов. От слова «шулэм» – «сердце» и «шуг» – «тяжесть». «Шулэм шуб ящкны» – очень актуальное слово сейчас в нашей ситуации. «Волноваться», да, что-то тяжелое на сердце лежит. И вот говорят, что удмуртский язык очень хорош в плане психологии, потому что человек может сразу обозначить ту часть тела, в которой таится его тревога. Как в слове, например, «волноваться», да, у нас сердце тяжелое. Если мы добавляем одну букву «т», то мы уже заставляем другого человека волноваться. Это так называемые каузативные глаголы, да, когда действия мы на кого-то переводим, чтобы он что-то сделал. Заставляем кого-то за счет одной буковки. «Шулэм шуб ящкны» – «заставлять кого-то волноваться, беспокоиться». Дальше из этого слова, из вот этой начальной формы глагола, мы делаем причастие, да, как в русском языке «ющий», там, заставляющий волноваться. «Шулэм шуб ящкны» – «ищ», да, за счет вот суффикса «ищ». Дальше из этого причастия делаем отрицательную форму причастия за счет суффикса «тем». «Шулэм шуб ящкны» – «тот, кто не заставляющий волноваться». Дальше за счет суффикса «йоз» мы делаем множественное число. «Шулэм шуб ящкны» – «темь йоз». То есть это не заставляющие волноваться, их уже много, это не один. А дальше мы ставим выделительно указательный суффикс «ыз», что именно те, которые заставляют волноваться, именно те, не заставляющие волноваться. У нас отрицательная форма. «Шулэм шуб ящкны» – «щтемь йоз» – «из». И дальше мы добавляем падежный суффикс «лэйш», чтобы в конструкции бояться чего-либо. Вот это управление у нас сработало. «Шулэм шуб ящкны» – «темь йоз» – «излэйш». И последний суффикс, который можно добавлять практически ко всем одностым словам – «гез». Он придает оттенок или сравнительную степень дает. Вот здесь, в данном случае, как по фразе «Шулэм шуб ящкны» – «темь йоз» – «темь йоз» – «гез кышкашко» «Я больше боюсь тех, кто не заставляет волноваться, беспокоиться». Вот такое прекрасное длинное слово. Я надеюсь, что у вас таких слов и такого глагола сейчас очень мало в жизни. Идем дальше. Сейчас мы с вами возьмем уже пару фраз самых простых, но будем их постепенно усложнять. Для начала такая вводная фраза, которая характеризует Удмурта, точнее, как сам себя Удмурт характеризует. Бигер – кион, джуч – гондир, Удмурт – шала. Татарин – волк. Бигер – это татарин или татарский, прилагательный и существительный одновременно. Кион – волк, джуч – русский, гондир – медведь, удмурт – удмурт, понятно. Шала – это рябчик. Понятно, какими себя видят удмурты и своих ближайших соседей русских и татар. Нам эта фраза в первую очередь нужна для того, чтобы мы потом использовали ее в речи. Но не в таком контексте, а по частям. Чтобы сказать, чтобы представиться, чтобы сказать «Я Удмурт, я татарин». Если нужны еще какие-то дополнительные национальности, этнические группы, чтобы вы могли о себе сказать, напишите, пожалуйста, в чате. Мы их удмутизируем. Значит, смотрите. МОН – тоже мой, да, Таня Тонпор. МОН – удмурт, я удмуртка, да, или удмурт. В удмуртском языке нет родов. То есть у нас нет разницы мужской, женский пол, средний пол. У нас за счет отдельных слов будут различаться мужской или женский пол. Допустим, там самка, самец, да, в случае с животными. МОН – удмурт, МОН – это я, МОН – джуч – эвэл. То есть мы делаем отрицание. Если бы было утвердительное, я русская, было бы МОН – джуч. Ну, эфиопы, с эфиопами удмурты не сталкивались, поэтому эфиоп будет эфиоп. Вот с татарами мы сталкивались, есть такое выражение, что марийские мальчики стреляют. У морийцев, оказывается, есть удмуртские мальчики стреляют. Это выражение используют, когда от мороза трещат бревна деревянного дома или деревья в лесу, стволы трещат. И оказывается, это отсылка к марийскому-дмуртским войнам, когда где-то, наверное, в 14-15 веке мы с нашими братскими народами, нашим братским марийским народом, мы соперничали за территорию Кировской области. Вот. Я вижу, что тут дополнительно написали «Украинка», «Украинь», «Украинь», мы так обычно говорим «Украинь». И «Немец», у «Немца» есть такое «Немыч» или «Немец» тоже используется, либо «Немыч», либо «Немец». То есть в более ранних текстах там «Немыч», а в современных уже, в более современных текстах уже «Немец» используют. Так, возвращаюсь снова к тому, да, и вы сразу на себя можете примерять. То есть чтобы сказать, что я такой-то по национальности, или я там немка, удмутка, монудмо, монэфиоп, моннемец, монджуч, да, мы ставим никаких связок, нет необходимости в связках здесь. Если вы хотите сделать отрицательную конструкцию, то вы в «Немец» предложения добавляете слово «эвэл». Оно используется для отрицания существительных, прилагательных и причастий, то есть всех имен. Мон-адями – тоже полезное слово. Адями, можете догадаться, адам, слово, да, вам в помощь. Адями – это «человек», ну это татарское заимствование, то есть я человек, мон-адями, я удмуртский человек, мон-удмурт-адями, я не волк, мон-киона-вэлта. Среди нас, я вижу, есть бегеркион, тоже мой, замечательно. Вот, и есть такое слово, очень часто у многих, особенно в России, возникает вопрос, вот у меня мама такая по-национальски, папа такой. И вот такие люди обычно любят, говорят, я наполовину. Вот, специально для вас есть такое слово, как джин-и-о, да, джин-и-о, половинчатый, от слова джины – половина. И в связи с этим вспоминается персонаж из Удмуртской игры, вот есть такая игра Божо-Дыр, настольная Удмуртская игра Божо-Дыр, вот я ее вам сейчас покажу. Вот, она сделана по принципу мафии, и здесь есть такой персонаж Палэс-Мурт, да, половинчатый человек, вот, то есть он джин-и-о, он половинчатый. Да, по возможности, в общем, да, у кого есть игра, ну не в условиях карантина, вот, но поиграйте, интересно. Вот, джин-и-о, удмурт, например, мон джин-и-о, удмурт, я наполовину удмуртка, да, мон джин-и-о, удмурт, можно так сказать. А можно сказать, я не половинчатая, да, но это скорее такое забавное выражение. Мон джин-и-о-э-вэл, да, я не половинчатая. Мон палэс-мурт-эвэл, я не палэс-мурт. Дальше про тебя, да, тон удмурт, тоже никакая связка не нужна, тон – это ты, то есть мон – это я, тон – это ты. Тон, но удмурт. Но мы добавляем для того, чтобы показать, тоже так же. Тон, но удмурт. Ты тоже удмурт. Тон джин-и-о, удмурт. Ты наполовину удмурт. Половинчатый буквально, потому что прилагательная. Тон, но джин-и-о, удмурт. Ты тоже половинчатый удмурт. То есть но мы добавляем после того слова, которое тоже так же. Со-би-гер, он татарин или она татарка, потому что у нас нет родов в удмуртском языке. Со-но-би-гер, она так же тоже татарка или татарин. Со-джин-и-о-би-гер, она или он наполовину татарин. Со-но-джин-и-о-би-гер, она или он так же наполовину татарин. Итак, значит, какие у нас слова были? Мон, я тон, ты, я нен, мон, допустим, я не русская, мон джуч вел, вел для отрицания, или я не медведь, мон, гон, дыр, вел, я человек, мон, одями, я тоже человек, мон, но, одями. Попробуйте сделать, вот здесь, в конце этого слайда, по нижней строке слайда, вы видите на русском языке фразы, ты медведь, ты русский человек, он, она, оно не рябчик, да, я наполовину вон. Вот, попробуйте самостоятельно эти фразы написать, или, да, лучше написать, про себя можно написать, ну, у себя записать, и мы сейчас проверим. Я даю вам некоторое время, чтобы вы записали, и потом мы вместе проверим. Каждый делает самостоятельно, потом мы проверяем. Вы можете у себя, не надо в чате, потом я вам дам ссылки для скачивания клавиатуры в русской. Да, записывайте у себя в тетрадке, на бумажке, на листочке, то есть не в электронном виде, не в чат, а для себя, потому что мы сейчас вместе проверим. Всё, да, да. Всё, да. Ну что, давайте попробуем. Начнем. Ты медведь, ты тон, медведь, гондыр, ты русский человек, тон, джуч, одями, он, она, оно не рябчик, сон, чала, рябчик. И дальше идет отрицание ЭВЛ. Сейчас я попробую на маркерной доске записать. Вы видите, так, да, я тут просто не вижу, какие у меня были фразы. Значит, вернемся обратно. Ты медведь. Сейчас я себе тоже запишу. Так, давайте попробуем через маркерную доску. Вы видите маркерную доску сейчас, то, что я пишу? Да, отлично. Значит, ты медведь. Тон. Так, мне тоже тут приходится рисовать. Тон гондыр. Я тоже с этой платформой первый раз, поэтому так. Тон гондыр. Ты русский человек. Тон. Клавиатуру я вам все отправлю после занятия. Тон, джуч, да, вот здесь че-буковка. Джуч, одями. Так, видео не грузится, а видео сейчас все и нет. А, видео не идет. Она, оно не рябчик. Сон. Щала. Вообще порядок слов в английском языке, как и во всех финно-городских языках, был такой, что глагол был в конце. Но, опять-таки, под влиянием русского языка это уже меняется. Значит, она не рябчик или он не рябчик. Сущала, а вы записали. Я наполовину... Сама не понимаю, что я записала. Мон. Джин и Йо. И там какое-то слово. А, тау. Мон, джин и Йо, ки Йо. Да, обувь цель такой. Джин и Йо. Джин и Йо. Да, ки Йо. И он. Ладно. А, пал. Как слово пал и смут? Пал это... Сейчас я допишу и вернемся. Он тоже наполовину татарский медведь. Да, да. То есть, будет со... 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 Но. Со... Но. Джин и Йо. Бегер. Гондыр. Да, чтобы меня уже не мучить. Возвращаюсь к презентации и отвечаю на вопрос. Вот был вопрос. Пал. Действительно, вот как словит пал и смут, да? Слово пал, это опять-таки финно-угорское слово, как в финском поле, или, наверное, в коме тоже какое-то похожее слово, в венгерском фил. В удмуртском языке пал используется в том случае, если есть парные предметы. Например, в русском языке мы говорим две руки, да? Одна рука и вторая рука. Но в финно-угорских языках, и в том числе в удмуртском, парные части тела, глаза, уши, руки воспринимаются как единое целое. И когда у нас по-русски одна рука, то у удмурта это полруки, у венгра это полруки. То есть пал-банан мы не можем сказать, мы можем только в том случае сказать, если они вот парные. Но про предметы я такого не слышала. То есть именно это про части тела так говорят. Или про сапоги. Пал-сапеги. Есть такая песня удмуртская, типа пал-сапеги, пол-сапога. Да? Потому что это парная вещь. Сапоги, ноги, руки, глаза. И когда там одноглазый человек, то по-удмуртски это будет пал-щемо, то есть полуглазый. Полуухи, полуноги. То есть парные части, парные объекты воспринимаются как нечто цельное. Разобрались. Я надеюсь, что вы удачно записали про медведей и рябчиков фразы. Пойдем дальше. Значит. Сейчас загрузится. Вопросы. Как спросить в удмуртском языке? Самые банальные вопросы сейчас мы с вами посмотрим, самый простой. Вообще, вопросительное предложение в удмуртском языке можно разделить на две большие группы. Когда есть вопросительное слово и когда нет вопросительного слова. Это будет влиять на интонацию и будет влиять на грамматику тоже. Смотрите. Если есть вопросительное слово, как в нашем случае в вопросе КИН МОН. Кто я? МОН вы уже знаете. Это я. КИН это кто? КИН МОН. Кто я? НОЖ МОН КИН. А я кто? НОЖ это А. То есть два новых слова у вас на этом слайде. КИН это кто? НОЖ это А. КИН МОН. Кто я? КИН МОН. Сверху вниз идет интонация. НОЖ МОН КИН. Там, где вопросительное слово, на этом фокус. НОЖ МОН КИН. Кто ты? КИН ТОН. НОЖ ТОН КИН. А ты кто? НОЖ ТОН КИН. КИН СО. Кто это? НОЖ СО КИН. Каждый при себя может ответить сейчас на вопрос КИН МОН. Кто я? И ответить, например, МОН УДМУР. Или КИН ТОН. Задать другому вопрос. Или КИН СО. Кто это? Про третье лицо спросить. Он медведь, например. СО ГОН ДЫР. Если нет вопросительного слова, то есть если нет слова КИН или других вопросительных слов, которые мы дальше с вами будем смотреть на следующем занятии, то нам надо сделать интонацию вопроса. Чтобы была интонация вопроса, мы к слову, которое нам интереснее всего, мы добавляем частичку А. Вот эту А. ТОН УДМУРТА. ТОН УДМУРТА. И у нас идёт интонация спокойно-спокойно-спокойно. И вот на эту частицу А она бабах и вверх. ТОН УДМУРТА или СО АДЯМИЯ. Он человек. СО АДЯМИЯ ВЭЛА. Он не человек. То есть каждый про себя. Попробуйте повторить эти вопросы. ТОН УДМУРТА. СО АДЯМИЯ. СО АДЯМИЯ ВЭЛА. Я вам вышлю потом аудио с записью тоже на проработку интонации, чтобы вы могли дома потренироваться. Да, то есть здесь мы запоминаем для нашего диалога фразу КИН ТОН. Ты кто? Или А ты кто? Но ШТОН КИН. Или можно взять прямую фразу ТОН УДМУРТА, ты УДМУРТ, чтобы в разговоре вы могли спросить, кто он ваш собеседник или УДМУРТ ли он? Нечком Айжвай. Идём дальше. Давайте попробуем отработать эти вопросы. То есть если вас спросят, или точнее начнём с вас, кто я, кто же я, КИН МОН, мы можем ответить МОН УДМУРТ, МОН НЕМЫЧ, МОН УКРАН, МОН ДжУЧ, или Я МЕДВЕДЬ, МОН ГОНДЫР, МОН КИОН и так далее. То есть утвердительный вопрос. КИН ТОН. Кто ты? ТОН ДжУЧ. Ты русский. КИН СО. Кто он? СО БИГЕР. Он татарин или татар. Если нет вопросительного слова, то у нас уже больше вариаций. Мы можем сказать или да, или нет. ТОН УДМУРТА. И дальше идёт, если это положительный ответ, то БЕН, МОН УДМУРТ. Здесь вы видите через слэш написаны наборы звуков ИЮ или ООН. Дело в том, что вот в подмотском языке я вам говорила про БЕН и БОН, что есть разница между южанами и северянами, да? Что север говорит да, БЕН, южане говорят БОН. Но есть ещё масса других вариаций сказать да. То есть есть вариант ИЮ или ООО. И очень надо чётко выдерживать, потому что ИЮ – это уже нет. Чтобы сказать да, у нас есть фактически три опции. Мы можем сказать БЕН, да, МОН УДМУРТ, БЕН, МОН УДМУРТ, ИЮ – МОН УДМУРТ, Я УДМУРТ, ИЛИ ООО – МОН УДМУРТ. Я использую варианты БЕН и ИЮ. ООО – это, как правило, используют южане. Ну и БОН, соответственно. Если у нас отрицательное ЭВЭЛ, то НУДМУРТА, ТЫ УДМУРТ, вы отвечаете отрицательно ЭВЭЛ, МОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ. Или можно кратко ответить, но это ТО НУДМУРТА, ЭВЭЛ, ТОЧКА. Да, так не очень многословно. Или можно ответить ТО НУДМУРТА, когда положительно, БЕН, ТОЧКА, или ИЫ, ТОЧКА. Если вы хотите длинно ответить, то мы можем добавить БЕН, МОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ. БОНУРТ, ЭВЭЛ, МОНУРТ, 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 ЭВЭЛ, МОНУР Утвердительно ответить «да», мы говорим «бен» или «ы-ы», либо «о-о». Вы можете уточнить, если у вас есть в окружении носители удмуртского языка, уточните вот в вашем реале, какой вариант используется. Для отрицания у нас используется «вэл». Но опять мне могут сказать удмурт Катарстана. Вот в Катарстане, я не знаю, вы «вэл» используете, но в Катарстане есть район, где «да», именно это используют «эбу». Из татарского берут. Идем дальше. Итак, значит, мы с вами какие фразы, какие слова сегодня были, да? «Мон», «я», «тон», «ты», «со», «он», «она», «оно», личное местоимение. Удмурт, «бегер», «татарин», «джуч», русский, «джинэйо», половинчатый. Слово «пал» у нас используется для обозначения одного из парных предметов. Или вот еще у нас было слово «пор», «морец». Дальше у нас были существительные «гондыр», «медведь», «кион», «волк», «щала», «рябчик», «адями», «человек». Было вопросительное слово «кин», «кто», «бен», частица «да» или еще утвердительные варианты «у», «у», «о», «о». И частица «а», которая используется для интонации вопроса. И частица «нож», «а», «нож», «тонкин», «а ты кто?» И давайте попробуем сделать такой небольшой диалог. В подморском языке, опять-таки, в зависимости от того, где проживает говорящий, есть несколько слов «приветствия». Можно выделить, наверное, три основных. «Джечбур», «Джечбуреш». Это, мне кажется, один из наиболее распространенных вариантов. И он используется в том числе в названии газеты детской «Джечбур». «Джечбур» переводится как «хорошо-хорошо». То есть «Джеч» – это «хорошо» и «бур» – это «хорошо». Об этом я уже говорила. Фраза «Джечбуреш» используется в том случае, если мы обращаемся к большому количеству людей, либо мы обращаемся к кому-то на «вы», то есть вежливая форма. «Джечбур», «Джечбуреш». То есть «я к вам могу обратиться», «Джечбуреш». Если к кому-то одному, то «Джечбур». И отвечаем мы на эту фразу «Джечбур», отвечаем «Джеч». Так, хорошо. То есть фактически человек спрашивает у вас, «Все ли хорошо? Хорошо-хорошо? Джечбур». Вроде как бы «Все ли у тебя хорошо?» И вы, соответственно, отвечаете «Джеч». Либо можно, сейчас чаще уже отвечают той же фразой «Джечбур». То есть «Джечбуруля», «Джечбуртаня». Вот так обменялись, да? Чем... А, ну я давайте на вопрос уже отвечу потом. Второй вариант тоже очень распространенный. «Умой», «Умоешь». «Умой» это то же самое, что и «Джеч». То есть это слова-синонимы «Джеч» и «Умой». Но «Умой» чаще всего используют на более южных территориях. Хотя это тоже литературно используемое слово. И, конечно, надо сказать, что в подморском литературном языке все-таки больше южных слов, потому что, как минимум, тот факт даже, что писателей и поэтов было больше южных. И, соответственно, язык за счет их речи опогащался. И изначально в основу был взят единый говор удморского языка. Но в нем тоже как-то больше было форм... Ну, мне, как в Северной Удмурке, кажется, что все-таки больше южных форм. Соответственно, «Умой», «Умоешь» тоже используется в таком значении. «Умой» к одному человеку, «Умоешь» ко многим или вежливая форма. «Черткем», «Черткемешь» тоже самое используется. «Черткем» к одному человеку, «Черткемешь» к большому количеству людей. «Черткем» переводится тоже как «здоровый». «Учерткем» — это исключительно южное употребление. И, мне кажется, реже даже, чем «Умой». Итак, значит, вы можете выбрать в зависимости от того, как я своим ученикам московским говорю, вы можете выбрать тот вариант, который используется или из какого района ваши предки. То есть если вы Северный Удмурт, то вы можете использовать вариант «Джечбур-Джечбуречь», но знать о существовании остальных. Давайте попробуем, чтобы каждый произнес. «Джечбуречь», «Умой», «Умоешь», «Черткем», «Черткемешь». И дальше заключительная часть, и это будет ваше домашнее задание. Вот смотрите, мы уже с вами к окончанию первого занятия можем составить небольшой такой монолог рассказа себе. «Джечбуречь», «Моноли», «Монудмур», «Монадями», «Наштонки». То есть вот такой краткий монолог «Здравствуйте», «Я Оли». В удмуртском языке ряд имен удмуртизируется. Например, «Оля», «Оли», «Петр», «Петы», «Таня», «Такьян». Есть такие варианты, самые облегченные варианты, когда добавляют «И» в букву, и тем самым делают уменьшительно ласкательное имя. «Монудмурт», «Я Удмуртка», «Монадями», «Я человек», «А ты кто?» «Наштонкин». Я вас попрошу в качестве домашнего задания записать такое видео и отправить мне на электронную почту особо смелым «Сэйдж Адями», «Смелый человек». Вы можете выложить в социальных сетях с пометкой, с хэштегом «Удмуртский язык онлайн», затегать меня, можете найти меня в социальных сетях. И можете вот так выложить, если вы не против. Если вы не так смелы, не так отважны, то можете отправить мне по электронной почте, например. Я электронную почту свою дам. Вот. И, значит, я сейчас еще отвечу на вопросы. Да? Или еще? Можете еще задавать вопросы, да? Значит, вернусь. Эбу, да, мы обсудили. Можно ли на вопрос с оприцанием ответить «Да». Например, «Тон Удмуртэвэлла»? «Эвэлл». Нет, нельзя. Нельзя сказать «бен». Нет, нельзя ответить «Да». А чем «Деть» отличается от «бур»? «Деть бур», например, да, слово. Вот «бур» – это тоже самое «хорошо», но оно пермского происхождения, и оно осталось в коме-языке, в подмуртском языке. Оно законсервировалось вот в таких словах. «Деть бур», например. Или «буре войны» упоминать кого-то. Да, я сейчас попробую открыть, может быть, вордовский файл и в нем печатать. Сейчас попробуем сделать. Так, тут надо... Сейчас попробуем. Нет, он так не хочет. Зависает. А, вот, допустим, вот это. Так, вы видите сейчас экран? Вордовский файл видно. Крузится. Вот так видно? Вордовский файл нет? Видимо, нет. Ладно, тогда отметаем. Тогда я буду писать, видимо, на маркерной... А, видно было, да? Видимо, сейчас. Извините, сейчас еще раз я закажу общий доступ к рабочему столу. Вот. Угу. Да, следующий урок, да, пока не закончили, значит, следующий урок я предлагаю провести в следующую среду, потому что в четверг я не могу, то есть это будет 8 апреля, да, я еще отвечу на вопросы, просто мне кажется, что тут есть те, кто, видимо, уже спешит уйти. 8 апреля, среда, 19.00. Тоже будет вот через эту же платформу, но будет другая ссылка на регистрацию, у меня ваши электронные адреса есть, я вам всем сделаю рассылку с материалами этого занятия. Вот. Также у вас будет тоже моя электронная почта, чтобы прислать домашнее задание. Да, время по Москве. Также будут ссылки на социальные сети, вот мой номер телефона, и я напоминаю, что у нас free donation, если вам понравилось занятие, и вы хотите меня как-то отблагодарить, подбодрить, вот, можно переводить мне по номеру телефона там сумму, которую вы посчитаете разумной и достойной. Вот. Возвращаясь снова к вопросам. Видно, 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 окружится. Так, мы остановились. Семен. Сени, по-моему, вот так включала я вариант. Сени, семьи. Такие варианты. Сени, семьи. Так, какие районы считаются как в русском? Чем отличается Бур? Значит, Бур. Да, вот как я сказала, что Бур лучше сохранился в коме-языке. Там добрый день, добрый вечер. Все вот через это Бур. В одном коме-языке тоже используют в таких фразах, как добрый день, добрый вечер. Но это не, ну, как бы не совсем разговорный язык. Это скорее вот сейчас внедряется эта форма, потому что она есть в русском языке, в других языках. И она вроде как должна быть и в удмуртском. Вот. Или я хотела вам написать замечательный глагол, фразу «Буре войны поминать». В подмуртском языке используется только значение, когда вспоминают умерших. «Буре войны» буквально «хорошее приносить». То есть мы не можем покойников вспоминать дурным словом. «Буре войны» буквально. «Бур» – это хорошо, «буре» – куда? «Хорошее войны приносить». Какие районы считаются? Ага. Да, Дебёсский район северный. Вот. Интересно, при какое слово вы говорите, что используете его. Да. Северные районы – это Ярский, Глазовский, Болезинский, Кесский. И дальше Игринский, Дебёсский. Ну вот Игринский уже он немножко там есть, уже встречается, скорее, срединное уже. Вообще бывают отличия и по населённым пунктам. То есть вот по моему опыту даже населённый пункт, который от меня в пяти километрах, они немножко иначе разговаривают, потому что, во-первых, у меня Бесармянское село, во-вторых, у нас разные населённые пункты, бывает, что они образованы каким-то родом, воршудом, и, соответственно, они имеют какой-то свой говор. Такое тоже может быть. Иг – это что? Иг. Вот Вероника Генералова спрашивает. Иг – это что? Иг. Иг. Да, вот на языке коми – бур, лун, а у нас бур, чукна. Да, ну вот бур, чукна, скажем так, вот бабушки в деревнях так, ну, по крайней мере, вот я не слышала, что так разговаривали. То есть это именно уже, скорее, современный русский язык, я бы сказала. Может быть, есть деревни, где бур, чукна использовали. Так, вот Таню сразу поправлю. Баджим Тау пишется как Баджим Тау. Большое спасибо. Да, забегая вперёд. Да, ну, Семён, Щемон. Да, Щемон тоже говорит. Ну, соответственно, смягчает Щемон, Щеми. Да, у меня ворот венгерский. Да, Баджим Тау. Да, вот уже Таня научила плохому. Руслана. Вот. Вот, Тау Баджим, спасибо большое вам, что вы были здесь. Мне было очень приятно, пусть и бессловесно. Вот. Давайте я вам сразу сюда напишу свою электронную почту, чтобы она у вас уже была. Урасинова. gmail.com Вот. Находите меня в соцсетях, выкладывайте домашние задания. И 8 апреля в 19.00 мы с вами встретимся, и у нас уже будет более серьёзная грамотика. И я вам пришлю учебник тоже. Тау Баджим, джечуэ, до свидания. И берегите себя. Утилэ ажтедэс. Угу. Дядь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok